Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня поговорим о том, что, наверное, занимают думы большинства родителей. Это 1 сентября учебный год и то, насколько наши образовательные учреждения к этому учебному году готовы. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, мы работаем в прямом эфире. Звоните. Телефон 508-86-84. Постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня, как всегда, представители общественной палаты Одинцовского района Оксана Григорьевна Сыворова. Добрый вечер. Оксана Григорьевна, председатель комиссии, которая занимается вопросами науки и образования. А также у нас сегодня Оксана Владимировна Романовская. Здравствуйте. Я также член данной комиссии и заместитель председателя. Оксана Владимировна, Оксана Григорьевна, ну, в общем, 1 сентября, оно достаточно, это достаточно необычный день. С одной стороны, мы его и правда каждый день, каждый год встречаем и, в принципе, что-то может быть нового, так подумать. С другой стороны, особенно в последнее время, действительно, каждый учебный год все-таки что-то новое привносит. Это и какие-то изменения в ЕГЭ, да не только в ЕГЭ, вообще в экзаменационную практику. Это изменения в программы обучения, это изменения в каких-то вопросах, там, внешнего вида учеников и так далее. Вот скажите, что у нас этот год, 2016-2017, учебный для школьников и для их родителей, вообще говоря, приготовит? Ну, вообще говоря, что вот школа готова, да, к 1 сентябрю. Школа, детский сад, любое образовательное учреждение, что значит такое, оно готово к 1 сентября, к новому учебному году? Это значит, первое, что готов образовательный процесс весь полностью в школах. И процесс воспитательно-образовательный, это в дошкольных образовательных учреждениях. Это подразумевает собой все образовательные программы, все наши стандарты, которые сейчас у нас существуют. Вот именно то, о чем вы говорили, это новое, и оно каждый год обновляется. Следующий большой блок подготовки учебного заведения к новому учебному году, это подготовка самого здания. И третий блок, это безопасность. Безопасность комплексная, безопасность как для детей, так и для учителей, для воспитателей. Вы знаете, вопрос безопасности, он вообще отдельный, с такой стоит на повестке, в общем, этого 1 сентября. Давайте переймем на звоночек от нашего телезрителя, эту тему продолжим и отдельно так раскроем. Давайте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Ну, видимо, сорвался звоночек, если что, мы продолжаем работать, телефон 508-86-84, звоните. Мы сегодня обсуждаем 1 сентября, вопросы и проблемы с ним связаны. Продолжим пока нашу тему, вы говорили о программах и так далее, а вот готовность самого здания, предположим, она, в принципе, стоит как-то отдельно, особняком, или это тоже часть подготовки именно вот педагогического состава, в том числе, да, к 1 сентября? Совершенно верно, да. Это общая критериальная база, которая отражается в информационной карте. Информационная карта составляется всеми специалистами межведомственной комиссии, которая выезжает каждый август месяц. Этих комиссий больше десятка, потому что, как мы знаем, у нас образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, и учреждений дошкольных образовательных по всему нашему району 137. И поэтому все эти учреждения объезжаются межведомственными комиссиями. В их состав входят представители очень разных структур. Это и специалисты охраны труда, это и специалисты госпошнадзора, это и медики, это и специалисты-руководители образовательных учреждений, это, естественно, председатели комиссии, заместители, то есть большая комиссия, которая проверяет в комплексе полностью каждое образовательное учреждение. Например, проверяется и пожарная безопасность, и антитеррористическая подготовленность учреждения, проверяется и медицинский блок полностью в каждом учреждении, и пищеблок в детских садах, это очень важный вопрос, потому что пища приготовляется на пищеблоке, и образовательный процесс, естественно, проверяются все программы, все графики работ, все проверяются наши перспективные планы, и все то, что обеспечивает образовательный процесс и поддерживает нашу жизнедеятельность. Проверяется все коммуникационные составляющие учреждения, то есть готовность учреждения именно в плане хозяйственно-эксплуатационной службы. Поэтому все в комплексе, и все это составляет, скажем так, одна большая информационная карта, которая отмечается полностью баллами, и затем подается комиссия. Если она заполнена, то мы можем с уверенностью сказать, да, это образовательное учреждение, скажем, школа готова. И вот я хочу завершить, что в этом году комиссия приняла все 137 комиссий, 11 комиссий приняли все 137 наших учреждений по всему Одинцовскому району. Эта комиссия работала 17 и 18 августа два дня. Понятно, получается, что да, межведомственная комиссия работает. Скажите, а вот каким образом именно общественники данную работу проводят? Участвуют ли они также в мониторинге этой ситуации? Или тут уже фактически, пока гром не грянет, общественники не вмешаются? Нет, общественники принимают самое активное участие. И на протяжении всего летнего периода, вот буквально с 1 июня, у нас была в общественной палате создана рабочая группа, в которую входили члены общественной палаты, также консультанты-эксперты, и они еженедельно проводили мониторинг. Выезжали в школы? Да, выезжали в дошкольное образовательное учреждение и в учреждение дополнительного образования, и смотрели, как шел процесс подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. И мы знаем, что остро у нас стоит вопрос в лесногородской школе. И этот вопрос лично взят под контроль Андрея Робертовичем, главой нашего района. И как раз наша общественная палата еженедельно там бывала, и, в общем-то, сдвиги есть. А если можно для наших зрителей сейчас эту ситуацию несколько освежить в памяти, в лесногородской школе какие именно проблемы имеются на сегодняшний момент? Ну, была постройка новой школы, и были задержки в сдаче. И силами и большим вниманием главы нашего района к этой ситуации вопрос двинулся с места. Там, ну, как это бывает, деньги заканчиваются, и строительство, и все заканчивается. Сейчас все нашли, и школы уже быстрыми темпами. Значит, к сентябрю, не к сентябрю, к октябрю месяцу должны сдать здание само, закончить строительство. Потом будет внутреннее обеспечение и оснащение. И, ну, к Новому году, наверное, переедут все дети. Есть какая-то вот гарантия, что действительно это получится? Или пока что это вопрос обещания застройщикам? Ну, во всяком случае, вот это уже последняя, как бы, реализация, вот последний план, который был в августе месяце озвучен. Потому что школа большая, она 1100 мест, и она достаточно разгрузит этот большой густонаселенный район. Скажите, а вот пока практически полгода, да, эти вот ребята, которые должны будут именно учиться в новой школе, а где они сейчас пока что будут полгода? Они находятся в старом здании лесногородской школы, немножечко, конечно, приходится им уплотняться, но они создали все условия. Школа готова к приему детей. И безопасные условия, и образовательный процесс, то есть все оборудования, классные кабинеты, все готово для реализации стандартов обучения. В данном случае, я просто не знаком сейчас так сходу с ситуацией, не припомню, да, лесногородскую школу, там вот старое здание, да, старое помещение, оно способно вместить всех этих ребят? Или тут речь идет о второй смене обучения? Есть вторая смена, и, конечно, она присутствует, но когда сдадут новое здание, то второй смены не будет. А сейчас есть, да. Ну, вообще, знаете, вопрос второй смены, он у нас достаточно, в общем-то, неприходящий, к сожалению. А вот на сегодняшний день есть ли какие-то подвижки по сравнению с тем, как это было в августе 2015? Есть. Значит, в нашем районе создана дорожная карта, и благодаря этой дорожной карте реализуется она в полном объеме и поэтапно. И по сравнению с тем, что у нас каждый год прибывает, увеличивается количество человек и обучающихся в школах, потому что увеличивается за счет постройки новых домов и заселения этих домов, то количество вот за прошлый учебный год и за лето, в частности, значит, шесть образовательных учреждений благодаря, с помощью внутренних резервов своих избавились от второй смены, ликвидировали вторую смену. И у нас осталось 12 образовательных организаций, которых существует, это по району в целом, в которых есть еще вторая смена. Но на сегодняшний день вот проходил форум «Стратегия перемен» 12 августа в Можайском районе, и Марина Борисовна Захарова, министр образования Московской области, довела до сведения то, что сейчас создана программа губернатора по ликвидации второй смены. Каким образом? Не за счет внутренних резервов каждой образовательной организации. Если раньше это была программа за счет постройки новых школ, то сейчас это программа все-таки пристройки уже существующим школам и реконструкция зданий тех, которые уже есть. То есть фактически расширение зданий. Да, расширение. Я понимаю, и найм нового персонала, правильно? Конечно. Самое оптимальное. И, скажем так, затраты, и по времени это все будет происходить быстрее. Поэтому школы, которые не могут внутренними резервами, потому что с помощью внутренних резервов сократить вторую смену и вообще ее ликвидировать, то вот за счет этих программ, так как здания построек бывают 65-го года, 70-х годов, они не рассчитаны на то количество человек, которое есть. Поэтому за счет пристройки это реально выполнить. Оксана Владимировна, понятно, насчет пристройки, расширения штата, предположим, и так далее. А вот что подразумевается под использованием собственных ресурсов, как вы сказали, резервов, именно уже имеющихся школ? Да, каждая образовательная организация смотрит, как можно за счет внутренних резервов. Внутренний резерв, ну, например, есть помещение для учителей, так называемое учительское. И оно того метража, который подходит под стандарт классного кабинета. И, например, этот кабинет учительскую используют, переводят под класс, оборудуют. А для учителей, ну, больше для своего методической работы, где они могли бы заниматься, ну, предоставляет помещение, ну, меньшего размера. Это вот такой внутренний резерв. Есть ли на сегодняшний день какие-то вот конкретные даты, когда мы можем сказать, что, предположим, к концу 16-го года или, там, к лету 17-го, вторая очередь у нас школа будет ликвидирована? Вторая смена? Вторая смена. Нет, ну, это же есть расписаны в рамках дорожной карты, там, и в рамках указа президента есть годы, когда мы должны ликвидировать. Ну, то есть у нас 3 года, 2-3 года есть. Там оно поэтапно, смотря на какой ступени у нас вторая смена. Вот ликвидировать вторую смену в начальной школе мы в 17-м году должны. То есть приоритет идет с более младших классов к Саши? Конечно, конечно, да. Я хочу сказать, что программа по реконструированию образовательных учреждений касается и дошкольников. Почему? Потому что дошкольные образовательные учреждения тоже у нас в Одинцовском районе достаточно уже зрелые, скажем так. Они по 30, по 40 лет. И наряду с теми садами, которые открываются сейчас, а у нас их открыто немало за последние 2 года, это целых 14 садов, все они, как мы знаем, очень красочные, очень такие большие, презентабельные. Естественно, родители хотят, чтобы у всех детей, которые ходят из сады старые, которые пошли в сады, вот эти новые, условия были одинаковые. Поэтому и детские сады тоже попадают под программу реконструирования именно на ближайшие 3 года. То есть на период, скажем, с 2016 по 2019 год. Также будут пристраиваться здания, будут эти здания, которые есть старые, они будут ремонтироваться. Поэтому в программу включены и дошкольные образовательные учреждения. Но и постройка новых школ, и садов не прекращается. Да, это входит в обязательном порядке. То есть это не значит, что мы не будем строить новые сады и школы, а только пристройки или там надстройки. Нет, это все идет параллельно и как раз смотрят по ситуации, по обстоятельствам, где, в каком микрорайоне, который там новый строится или происходит застройка, что там лучше сделать. Либо пристройку к старым зданиям, к тем школам, которые уже имеются, или же это постройка нового здания школы. То есть это очень... А вот данный вывод, он на каких основаниях делается? Какие-то основные критерии какие здесь? Да, был мониторинг в связи с тем, что сейчас происходит, ну что скрывать, достаточно точечная и большая точечная застройка, и просто нет территорий и места, где можно построить новую школу. А так как у старых зданий есть площади, то подходит, вот я говорю, индивидуально, по каждым поселениям подходит индивидуально. То есть и так как есть территория, то можно сделать пристройку, то тогда это лучше сделать пристройку, чем это что получается тогда, что снести старые здания, построить новые? Нет. А если возникает ситуация, когда, предположим, мы говорим о здании, как вот Оксана Григорьевна сказала, старая, действительно там 65-го года какой-нибудь постройки, и принимается решение, да, что тут имеет смысл расширить его, сделать пристройку. А в приоритете что в первую очередь идет? Ремонт здания или же... Ремонт в первую очередь. Сперва именно этот момент. Нет, ну ведут же... Ремонт уже годно ведут. По вот школе, которой я руковожу, это Денцовская первая школа, у нас вот здание 65-го года постройки, и мы, и у нас есть вторая смена, и мы, конечно, сначала проводим исследования, да, то есть можно ли на территории сделать пристройку, какого она будет объема, на какое количество человек, как где проходит коммуникация, как и... Сначала исследуем и старые здания, то есть если там нужно какие-то сделать ремонтные работы по увеличению мощностей, потому что будет эта же пристройка основной, значит мы делаем там. Или же эта пристройка будет со своим, например, со своей щитовой, со своим блоком питания, пищеблоком, да, то есть здесь уже сначала проводится исследование. Индивидуальный подход. Конечно. Ну что же, я так понимаю, что, конечно, при подготовке нового учебного года одним из краеугольных камней, в общем-то, подготовки этого планирования является обеспечение безопасности для детей, в общем-то, и для преподавателей в том числе. Я предлагаю сейчас посмотреть материал нашей информационной службы о том, как, собственно говоря, наши правоохранители, сотрудники специальных служб в этом году к этому вопросу подошли. Уважаемые телезрители, прошу. Ежегодно силы полиции, ФСБ и других служб обеспечивают безопасность образовательных учреждений. Однако праздничные мероприятия в День знаний требуют особого внимания правоохранителей. В этом году, 1 сентября, для охраны школьных линеек планируется задействовать 127 сотрудников полиции и 123 частных охранных предприятий. Буквально вот на днях 17-18 августа были проведены комплексные проверки образовательных учреждений на пригодность их к новому учебному году. Это была большая комиссия. Было сформировано 9 групп, в состав которой входили как представители администрации Одинцовского района, управление образованием, также сотрудники полиции, пожарной части. Проверка образовательных учреждений выявила ряд недоработок. Правоохранители сообщили о них заинтересованным ведомством. Основными недостатками антитеррористической защищенности это отсутствие системы контроля управления доступом, так называемой турникета при проходе в школу. Сейчас, на данный момент, у нас не все школы этим снабжены. Конечно, это неоднократно вопрос ставился на повестку дня управления образованием. В прошлом недовольство правоохранителей нередко вызывали сотрудники частных охранных предприятий. В этом году полицейские провели большую работу в этом направлении, инструктажи и тренировки, которые были призваны проверить уровень знаний и подготовки охранников. В этом году у нас все образовательные учреждения обслуживают только два частных охранных предприятия. До этого были какие-то у нас небольшие такие несогласия с ЧОПами, когда их было большее количество. Но на данный момент все улажено, поэтому никаких проблем сейчас не возникает. Помимо прочего, местным властям предложили запретить продажу алкогольной продукции вблизи образовательных учреждений. Печальная статистика показывает, что нередко ЧП в день знаний провоцируют именно нетрезвые школьники. Большую часть оперативной работы полицейские не афишируют. Окажется ли предпринимаемых мер достаточно, выяснится совсем скоро. Ну что же, вот так в этом году наши правоохранители собираются работать по обеспечению безопасности на дне знаний в Одинцовском районе. Хотелось бы узнать, вот вы как действительно люди непосредственно связаны с образовательным процессом, с управлением образовательными учреждениями. А как оцениваете сотрудников правопорядка, сотрудников ЧОПов, в общем тех людей, которые за безопасность у нас отвечают. Есть ли какие-то вот моменты, которые вас не устраивают, которые можно по-вашему развить как-то, улучшить, уплотнить? У нас, хочу сказать по своей школе, у нас, чтобы охранять образовательные учреждения, каждое частное охранное предприятие проходит конкурс. И каждый руководитель образовательной организации выставляет определенные требования, которые должны соблюдать и выполнять частное охранное предприятие. Поэтому сейчас охраняют те, кто действительно подошел серьезно и выиграл конкурс, и выполняет все требования по комплексной безопасности образовательных организаций. И естественно, что это охватывает все, и вот как и антитеррористическую безопасность и пожарную безопасность, и школы оборудуются дополнительными оборудованием по доступу, как сейчас было. Это, я так понимаю, шлагбаумные, впрочем. А насколько часто, вообще говоря, проходят какие-то учения, проверки, подготовки действительно сотрудников, например, частных охранных предприятий? Ну, в любом, в любом частном охранном предприятии охранники, как мы их называемые... Прошу прощения, у вас на минутку прерву, у нас еще один звоночек, примем его, потом продолжим беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот хотела бы задать вопрос по поводу организации прохода, пропуска, точнее, даже родителей в школу. У нас часто происходят конфликты с охраной, это школа Горки-10. Значит, допуск родителей производится строго по переписке, скажем так, паспортных данных, ну, что значит, да, фамилии, имя, отчество, где проживают и серия... Нет, где проживают нет, а серия и номер паспорта. Законно ли это, вот хотелось бы очень узнать, потому что защита, да, собственных данных, как бы мы, ну, с ЧОПом не, как сказать, не договариваемся. Ну, я вас понял, это же не правоохранители, это, в конечном счете, частные структуры, и тут они ваши данные спрашивают. Ну, да, хотелось бы, да, хотелось бы как-то узнать у управления, как бы, вообще законно то, что они переписывают наши данные, потому что, ну, куда этот журнал может идти, то есть, как это вообще организовывается. Понял ваш вопрос, сейчас уточним, и, кстати, не забыть бы, поздравляю вас, недавно я знаю, что у вас был день рождения сельского поселения Успенская. Спасибо большое. Там наши съемочные группы были, видели, как вы гуляли, с праздничком еще раз. Ну, а что касается действительно допуска, я так понимаю, вопрос не новый, действительно, как я и сказал, это... Сейчас Оксана Владимировна скажет по школе. Да, как я и сказала, это же действительно не полицейские, а данные при этом они переписывают. Но дело в том, что антитеррористическая безопасность сейчас ужесточена. Усиление произошло, да. Усиление происходит ежегодное, потому что, ну, известно всем в связи с этими терактами, а дети у нас, например, вот в саду у нас маленькие, поэтому я в своем образовательном учреждении сделала для детей бейджики. С фотографией ребенка, с номером группы, родители приходят, показывают бейджик, охранник, охранники меняются, понимаете, и учесть всех родителей, а приводят ребенка, может бабушка привезти, может дедушка, может папа, может мама. Вот, поэтому всех паспорта, правильно сказал зритель, который звонил к нам, это, естественно, очень долго переписывать данные, смотреть. А вот я считаю, что бейджик у кого есть, но здесь вопрос стоит, это для детского сада, здесь вопрос стоит вопрос, что дают свое согласие на обработку персональных данных. Это, понимаете, они могут доверять ведь вам, например, как директору, вам как сотруднику школы. Существует официальный журнал, в который вносят вот эти приемы посетителей, и это записывают в этот журнал, чтобы мы знали кто, чего и куда и действительно с какой целью пришел. Ну, я правильно понимаю, то есть охранник в школе это не сторонний дядяка, не пойми откуда, это именно что человек, который плотно работает с руководством школы. Как раз получился звоночек. Значит, это все охранники, которые имеют лицензию на ведение именно вот этой деятельности, и они все предупреждены, у них есть инструкция по выполнению своих обязанностей. И одна из этих обязательная запись данных в книгу посетителей. Ну что же, я так понимаю, что несмотря на новые вызовы, сложности, которые из года в год происходят при подготовке нового учебного года, по крайней мере, прошлый год, да и многие другие до этого, у нас оказался достаточно успешным. Многие наши образовательные учреждения попали в областные, даже федеральные топы по успеваемости, по каким-то особым отличиям и так далее. Я предлагаю сейчас посмотреть небольшой материал о том, какие школы действительно у нас отличились и за что. Хорошо. Первое сентября – день знаний, начало нового школьного сезона для старших школьников. А для нарядных первоклассников с огромными бантами и букетами это первая встреча со школой. День нового опыта и новых надежд. В 2015-2016 учебном году 50 образовательных и 64 дошкольных образовательных учреждения гостеприимно распахнули двери более чем 46 тысячам детей. Школы и детские сады района вошли в новый учебный год, уверенно топая по пути успеха. Их достижения вписаны красной строкой в историю Одинцовского района. Одинцовский лицей номер 10 вошел в топ 500 лучших школ России. Дубковская средняя школа вошла в топ 200 лучших сельских школ России. Одинцовский лицей номер 2 и гимназия номер 4 вошли в топ 100 лучших школ Подмосковья. Детский сад номер 79 в топ 10 лучших детских садов Московской области. В областном конкурсе на присвоение статуса региональной инновационной площадки лидировали Одинцовская лингвистическая гимназия и детский сад номер 82. Одинцовский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи сопровождения и детский сад номер 21 стали лауреатами областного конкурса на лучшую программу развития учреждений образования. Высоко оценены успехи системы образования района, самой масштабной в Подмосковье. По итогам 2015 года она вошла в тройку лучших муниципальных систем образования в Московской области. Видно, что успехи действительно достаточно значительные. Ну, вот опять же, как к работникам образования, вопрос к вам. Удовлетворены все ли сейчас получается? Да, все получается. Есть задачи. С оптимизмом каждый год начинаем. Ставим новые задачи и благополучно за учебный год мы решаем и идем к новым вершинам. Ну, и Оксана Владимировна, вы хотели дополнить что-то касательно безопасности. Да, вот ответ родителей на вопрос. Значит, 1 сентября на всех родительских собраниях каждый год родители знакомятся с приказом о пропускном режиме школы и дошкольных образовательных учреждений. И там прописано, когда, в какое время, при каких обстоятельствах и с какими документами родители могут приходить на встречу с учителями. С директором школы существует график приема посетителей. Чтобы встретиться с классным руководителем, значит, они тоже заранее договариваются. И это после учебного процесса. Так как, если родитель придет во время учебного процесса, что учителю необходимо бросить детей и не вести урок, и тогда о какой безопасности мы можем говорить. Это достаточно важный момент. Несколько, может быть, жестко может быть сказано и прозвучать, но ведь это режимный объект школы. Я понимаю, что родитель не может в любой момент прийти, забрать, условно скажем, свое чадо, поговорить с кем хочет. Это безопасность и его ребенка лично тоже. И так как это режимное предприятие, скажем так, где находится большое количество людей, особенно детей, то с прошлого года в связи с участившимися террористическими актами произошло усиление, и родителей даже не пускали в здание школы только по необходимости и заранее договоренности с преподавателями. И преподаватель спускается на пункт охраны и говорит, подтверждает, да, это мой родитель, и мы, пожалуйста, можем проходить. У меня с ним назначена встреча. Но это только все после уроков и согласно всем требованиям, которые обозначены в приказе по пропускному режиму. Ну что же, Оксана Владимировна, Оксана Григорьевна, спасибо огромное, что вы к нам сегодня приходили. Завтра у нас у всех большой день. Спасибо вам. Для многих последняя линейка в их уже жизни. Для кого-то первая. Потом начнется взрослая. Для кого-то первая, только начало большого пути. Ну а для сотрудников наших образовательных учреждений, для вас это очередной этап, я так думаю. И хочется поздравить всех с наступающим учебным годом, пожелать всем, прежде всего, здоровья, успехов в учебе и благополучия в их семье. Ну и даст Бог, все, завтра у вас получится. Конечно. Спасибо огромное, что приглашает. Спасибо. И вам спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о Дне Знания, о первом сентября, который у нас завтра начнет новую страничку в образовательном годе, очередном, Одинцовском нашем. Если у вас какие-либо вопросы, предложения остались, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели или напрямую обращайтесь к нашим общественникам на официальном сайте общественной палаты. У них там есть специальная форма обратной связи. Или же там же можно узнать их адрес электронной почты, на которую можно написать. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова